Ваши святыщи, мы очень рады приветствовать вас в нашем православном раме. Спасибо, благодарю вас. Спасибо, Господи. Помогай Бог. Приветствую вас всех. Здравствуйте. Спасибо, Господи. Помогай Бог. Клуб исторической реконструкции и средневекового фехтования «Гладочный полк». Литературная студия «Феникс». Спортивно-патриотический клуб «Аш-Эрхи-Стратип». Мы в клуб. Дискуссионный клуб. Клуб «Левангельское впечатление». Многие другие. Мы проводим интересные мероприятия. Молодежь задействуем и развиваем не только духовно, но и творчески, и спортивно. И здесь представлены наши друзья. Это клуб «Дельфин». Дайверы подводного плавания. И здесь у нас клуб Свято-Федоровского федерального собора «Молодежный репорт». Прекрасно. И мы благодарим Вас, Ваше Святейшество, за то, что Вы содействовали в строительстве этого лагеря. И теперь нам есть где собираться, есть где проводить наши друзья. Лагерь прекрасный у Вас. Я думаю, что самый лучший лагерь в Русской Церкви. Вот таких зданий прекрасных и такой ухоженной территории я что-то не припоминаю. Может, где-то и есть, но я об этом не знаю. А вот сейчас вижу и радуюсь тому, что происходит на Мартовской земле. И сегодня также у нас происходит регистрация волонтеров. И очень приятно, что школьники, студенты активно регистрируются. Так что волонтеры готовы. Мы будем помогать всегда, везде и всюду. И мы живем под лозунгом «Сделай все своими руками». «Все отдам свои руки на добрые дела». Спасибо большое. Волонтерская работа – это самая важная часть молодежной работы. Потому что она вовлекает людей в реальные дела. Да. В реальные дела. И дай Бог, чтобы волонтерское движение развивалось внутри нашей Церкви и вообще среди нашей молодежи. Так что благословения Вам, Божие, и желаю помощи Его благодатной во всех Ваших добрых делах. Спасибо. Спасибо, Господи. Приветствую Вас. Иди сюда. Вставай. Ну, рассказывайте. Ваше Святейшество, мы представляем милый Вашему сердцу Личалковский край. Это Михаил Архангельский храм, Личалковский паренем. Мы, и при храме, действует воскресная школа, и при ней модельный кружок, прекрасный. Который мы, посредством него, приобщаемся к истории Отечества, государства российского. Ну, и духовную составляющую не забываем, конечно же. То есть вот здесь отражен подвиг нашего народа в году, Великой Отечественной войны, ратный подвиг. И умелыми руками наших воспитанников, с Божьей помощью, мы создаем такие патриотические воспитания. И при соприкосновении с историей. И самое главное, опять-таки, работа своими руками. Это многое, это развивает много навыков у молодого человека и даже у ребенка. А потом иногда и влияет на выбор жизненного пути. Успеха Вам, дорогие мои, помогай Вам Бог. Благословить еще, вам показать, проект колокольни. В Чалковском храме, да. А, там обрезана была. Она обрезана до сих пор вот так вот. Да, да. Вот есть проект. Хороший очень проект и правильный стиль. Да. Все, восстанавливаем. Храни вас Господь, дорогие мои. Многое это, многое это, многое это. Многое это, многое это. Уважаемый Николай Иванович, уважаемый Владимир Дмитриевич, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Варсанофи, дорогие отцы, братья, сестры, дорогая молодежь, дорогие дети. Я с очень радостным чувством взираю на то, что вижу сейчас. Действительно, год назад мы проходили здесь с Владыкой Варсанофием. Он делился своими мыслями, планами, которые, конечно, радостно отобразились в моем сердце. Я представил себе картину благоустроенного детского лагеря. Но когда сейчас увидел эту картину, то она превзошла всякие ожидания и всякие образы, которые тогда были навеяны мне в разговорах с Владыком Варсанофием. Действительно, то, что мы сегодня видим, это прекрасное место для отдыха, для отдыха, занятий, для общения наших детей и молодежи. Я хотел бы сердечно поблагодарить власти Мордовии, владыку митрополита Варсанофием, всех тех, кто вложил свои средства, свою энергию, свою заботу, чтобы на мордовской земле появилось такое прекрасное место. Не просто лагерь, а настоящий молодежный центр, где можно и отдыхать, и работать, и учиться, где есть замечательная площадка на фоне вот такого прекрасного пейзажа, на который можно развивать молодежную работу и проводить большую воспитательную, духовно-воспитательную, патриотическую работу с молодежью. Я бы хотел всем молодым людям на этом месте сказать о том, что вашему поколению предстоит очень многое сделать в очень непростых условиях, потому что сегодня не всегда доброжелательное и не всегда честное и не всегда настроенное на идеалы, необходимое для жизни человека информационное поле, может самым отрицательным образом влиять на мировоззрение, на мироощущение человека, лишать его ценностей и идеалов. Предыдущие поколения были защищены, может быть, не в полной мере. Нынешнее молодое поколение не имеет никакой защиты. Прикасаетесь к компьютеру, к мобильному телефону, к iPad, и перед вами открывается этот мир информации, где много хорошего, но где есть много очень плохого. И никто не скажет вам, где хорошо, а где плохо. Что нужно смотреть и что нужно читать, а что нужно закрыть и забыть. А против чего нужно ополчиться и умом, и сердцем своим. Никто не скажет, кроме вас самих. Поэтому жизнь нынешнего поколения молодежи отличается от жизни предыдущих молодых поколений в огромной ответственности, личной ответственности за судьбу Отечества и за будущее Церкви. Никогда роль молодого человека и даже ребенка не была столь ответственной в неком глобальном масштабе, как сегодня. И поэтому я вас призываю осознать эту ответственность, не поддаваться искушениям, не верить лжи, и опираться на то, что поможет вам иметь в руках компас по этому жизненному пути, по этому жизненному пространству. Таким компасом является вера наша, христианские нравственные принципы, любовь к родине, любовь к родителям, любовь к семье, любовь к родному дому, любовь к своей земле, желание и готовность преобразовывать окружающий нас мир к лучшему. И дай вам Бог, имея в руках этот компас, всегда идти по правильному пути. И еще нужно помнить, что человек, каким бы сильным он ни был, он нуждается в помощи Божией. Вот недавно прошла Олимпиада, которая дала понять, может быть, то, что в обычных условиях жизни не очень ясно и понятно. Вот выходит на старт, или начинают соревнования люди, в общем-то, почти что одинаково подготовлены. Один выигрывает, другой проигрывает. И специалисты говорят, что мало технической подготовки, нужна еще внутренняя сила, сила воли, сила духа. Но как сформировать эту силу, если нет идеалов? Невозможно сформировать эту силу, откликаясь на все искушения жизни, которые предлагают нам больше есть, больше пить, больше тратить денег, больше отдыхать и меньше работать. Сила духа формируется особым образом. И одним из факторов, влияющих на формирование духа, является вера человека, его нравственные убеждения и молитва. Когда мы к Богу обращаемся с молитвой, то и трудимся, не покладая рук. Вот тогда его помощь в сочетании с нашими усилиями и дает самые лучшие результаты, будь то в спорте, в жизни, личной, семейной, в экономике, в науке, в искусстве, везде. Я от всего сердца хотел бы пожелать вам способности идти правильным курсом по жизненному пути, осознать свою ответственность за самих себя, за свою будущую семью, за своих детей, ответственность за будущее страны и церкви. И в память о своем посещении хотел бы преподнести вам вот этот образ Христа Спасителя. Этот образ напишется по одному из сюжетов евангельских, когда к Спасителю приходили дети и желая оградить Господа нашего Иисуса Христа, может быть, от беспокойной детского внимания, кто-то, наверное, стал ограждать его от этих детей. И тогда Господь сказал слова, навеки запечатленные в Евангелии, слова, которые знает весь мир, «Не мешайте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Вот пусть этот евангельский образ, запечатленный в качестве иконы, и находится в этом замечательном лагере. А для всех вас я хотел бы передать свое патриаршее благословение в виде вот этой небольшой, маленькой иконочки Казанской Божией Матери. Сохраните ее у себя и в трудные моменты жизни молитесь перед этим образом. И я верю, что по чистоте молитвы, по силе веры Божия Матерь будет помогать вам. Храни вас Господь! Песня «Божия Матери» 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 Храни, это вот для лагеря можно в административный корпус поставить. Это художественный экже память о посещении. Божия Матери Спасибо за просмотр!